Субтитры сделал DimaTorzok По двум причинам. Первая причина, ну это не боль, да, первая причина это то, что вот правда жена заставляет, и это некая мука. Даже есть такая поговорка известная, что когда в семье появляются верующие, все остальные становятся мучениками. Понятно, что жена, наконец-то столкнувшись с Господом Богом, увидела совершенно другую жизнь. Она, конечно, хочет и вас к этой жизни привлечь, но не понимает, что невозможно насильно человека заставить любить Бога, другого человека, или даже, не знаю, какую-нибудь еду. Насильно мил не будешь. И вот эти слова, которые говорил апостол Павел, когда писал Коринфянам, что неверующий муж освящается женой верующую, то это имелось в виду личным примером. Если бы ваша жена, она, начав ходить в храм, воцерковившись, она вдруг явила бы вам пример святой жизни, вы бы увидели, что ваша жена была немножечко сварливая, а стала нежной. Готовила не очень вкусно, а теперь старается вам во всем угодить, перестала вам перечить. Ну, наверное, тогда у вас бы появились мысли, ах, ничего себе, я уж думал, что моя жена пропащая душа, а теперь вот что-то такое изменилось, что же с ней случилось? Наверное, потому что она стала в церковь ходить, и вы сами бы без всяких ее заставлений пошли бы в храм. Очень надеюсь, что жена поняла меня, о чем я и говорю. Но и второе соболезнование, хочу выразить вам, это то, что все-таки жена вас опередила. Несмотря на то, что заставлять ходить в храм не нужно, и в этом нет никакого смысла, все же мы все умрем. Нам хорошо было бы думать о вечности, хорошо было бы думать о том, как мы встретимся с Богом. К этому нужно готовиться, никто не знает, сколько нам всем осталось, и правильнее было бы, чтобы муж шел впереди жены, что муж был духовным лидером в семье, по-настоящему главой семьи, а жена бы уже, кажется, за мужем, радостная, счастливая и довольна бы шла. Так что желаю вам, с одной стороны, потерпеть жену, ничего уж тут не сделаешь, вот заставляет вас, не ругайте ее. Она, я думаю, делает это от любви к вам. Но, с другой стороны, от того, что вы так страдаете в браке, с вас никто не снимает ответственности, и также нужно искать Бога. Очень надеюсь, что вы его найдете. Могим вам Господь! Субтитры создавал DimaTorzok